Ситуация в российской экономике остается непростой. Одна из главных причин это потери российской экономикой денежной массы. То есть, попросту говоря, деньги уходят из нашей страны. Куда же они деваются? Мне часто задают этот вопрос сейчас. Где деньги? На самом деле, давайте вспомним немножко историю. Откуда в российской экономике в последние 15 лет появляются деньги? Как они образуются? На самом деле, все достаточно просто. Мы экспортируем различного рода сырье и получаем за это твердую валюту. Эта валюта продается на бирже и получаются рубли. Я немножко упрощаю ситуацию, но такая система называется currency board. То есть, валютное управление, если так дословно переводить. Но на самом деле, это система, которая привязывает российскую финансовую систему к американскому доллару. Здесь можно сказать, что мы на самом деле сиамские близнецы. Я имею в виду, конечно, наши финансовые системы. Очень тесно связаны между собой. И вот сейчас нам нужно провести эту очень болезненную операцию разделения сиамских близнецов. И тогда ситуация может измениться. Сейчас же из-за кризиса, из-за того, что на международных финансовых рынках мы не можем занимать деньги. Из-за снижения цен на нефть, как я уже сказал, наша денежная система может недосчитаться еще где-то 15-20% от денежной массы. Это очень большой объем. Представьте человека, у которого откачали 20% крови. Как он будет себя чувствовать? Вот так и наша экономика сейчас фактически находится в положении этого человека, который сдал кровь. А вместо того, чтобы отдыхать и хорошо покушать, его заставляют бегать в стометровку. Далеко ли он убежит и сможет ли он показать рекорды? Конечно, нет. Поэтому центральному банку нужно думать, как изменить ситуацию. Как заместить внешний кредит внутренним. Сейчас про это идет много разговоров. Кто-то говорит, что нужно просто напечатать деньги. Конечно, видимо, придется делать это центральному банку. Другой разговор, что нужно сделать это очень аккуратно, для того, чтобы не разогнать инфляцию. И придется, видимо, вводить какие-то валютные ограничения. Иначе эти деньги хлынут на валютный рынок. Для того, чтобы эмиссия, которая, возможно, будет проведена центральным банком для выправления ситуации, должна сопровождаться ограничениями на трансграничное движение капитала на валютном рынке. Конечно, этому есть очень много противников. Говорят, что это не решит ситуацию, что это все испортит. Наоборот, начнется серый и даже черный рынок валюты и так далее и тому подобное. На самом деле, мне кажется, такие стратегии резко и сильно преувеличены. Потому что во многих развитых странах существуют валютные ограничения. В том же Китае, например, есть очень много различных ограничений на движение валюты. Вообще, юань неконвертированная валюта, свободно имеется в виду. И тем не менее, китайская экономика серьезно развивается. Так что этот вопрос открытый. Видимо, придется центральному банку предпринять какие-то экстренные шаги. И времени у него на это не так много. Иначе российская экономика просто задохнется от безденежья.